Добрый день, меня зовут Иван Мирков, я находитель компании «Тиргруппы», такой интересной компанией с разным проектом «Мудрость и гостеприимство», с которой уже 15 лет, и еще вице-президент федерации «Ресторатор-отоплиеров» в России. На самом деле мы давно сотрудничали с «Лавкой Лавкой», уже, наверное, последние года-два, как. Нам очень интересно, как развивается этот процесс, мы занимаемся внимательно следить. С учетом трех первых, очень эмоциональных, к своей точке зрения, душевных выступлений, действительно хотелось перейти к достаточно практическую плоскость и рассказать вам достаточно интересную информацию для начала о московском рынке «Ресторан». Москва – город большой, вы прекрасно знаете, 10,5 миллионов человек. Предприятие количество в Москве питания на сегодняшний момент открытого типа около 7,5 тысяч. Но цифра такая, она меняется постоянно, потому что кто-то открывается, кто-то открывается и так далее. Оборот предприятия питания города Москвы на сегодняшний момент – миллиардов 150. Да, это акциальная статистика от города Москвы. На самом деле она сильно занижена, потому что, как раз, понимаешь, что рестораны бизнесу строят таким образом, что она не совсем все показывает. Около 150 тысяч работающих на сегодняшний момент. И, соответственно, 43,9 до 44 посадочных мест на тысячи жителей. О чем эти цифры, на самом деле? Эти цифры о том, что рынок этот большой, очень большой, на сегодняшний момент, очень хорошо организованный в Москве. Но, какими проблемами сталкиваются рестораторы в Москве на сегодняшний момент, и что их волнует? То есть, первую очередь, волнует всех, естественно, прибыль, да? Но, вторую очередь, продукты, питание, меню и, собственно говоря, тоже будущее. Более 65% продуктов питания, на которых работают предприятия московские, это импортные продукты. Более 65% в деньгах. Это тоже совершенно четкая цифра, совершенно понятная и известная всем. С точки зрения продуктового обеспечения, рынок московский очень хорошо организован. На рынке существует 50 компаний, так называемых фуд-сервис компаний, которые обеспечивают рестораны. Вы прекрасно знаете, что Москва – это жуткая пробка в течение всего дня. Поэтому в среднее нормальное питание, в предприятии питания приезжают две машины в день. Всего две машины в день, которые привозят весь необходимый набор продуктов, с которыми предприятия питания разводят. Предприятия питания, как правило, из этих 7000 не работают с отдельно взятыми поставщиками чего-либо. Они все работают через фуд-сервис поставщиков, потому что это удобно. У вас большой ассортимент продуктов, да, и всего две машины. Соответственно, вы минимизируете свои расходы и сдержки, связанные с тем, как могут уставаться продукты. Что такое 50 компаний в Москве? Есть компании широкого профиля, которые занимаются всем, у которых ассортимент может быть несколько тысяч наименований в прайс-листе. Есть компании узкие, которые работают, например, по категории. Только рыба, только овощи с ягодами и так далее. Еще раз подчеркиваю, в основном, на сегодняшний момент, преобладающие свои части – это импорт. Есть еще такие позиции, забавные, интересные. В Москве, например, Дорогомиловский рынок, да, я думаю, вы знаете, я думаю, такой известный, наверное, московский, исторически сложившийся, который тоже является местом интенсивной закупки предприятий питания. Некой доли предприятий питания. Теперь вопрос о фермерах и ресторанах. Да, в Москве есть отдельный предприятий питания, я даже назову там парочку, например, концепция которых так или иначе связана с тем, чтобы работать с фермерским продуктом в сегодняшний момент. Ну, господин Новиков, например, отбился недавно Минселикоз, такой проект, да, Минселикоз. У него основа, меню связана с фермерским продуктом, поэтому им интересно. И шеф имеет задачу, связанную с тем, чтобы работать с отдельным взятыми фермерами. Но таких предприятий питания, к сожалению, на сегодняшний момент очень мало, Потому что предложение у фермеров на сегодняшний момент, оно никаким образом не структурировано. А работать, как я уже пытался объяснить сам, начать с отдельным взятым производителем очень сложно. Энтузиастов мало, потому что бизнес жесткий, все заботятся о своих переговорах на сегодняшний момент. Количество рядов предприятий, которые являются сетевым форматом, все больше растет в Москве. Поэтому картинка, которую мы хотели вам показать, мы с федерацией сидели размышляли, чтобы нам такое вам показать. Мы хотели показать вам эту открытую дверь. Готов ли ресторан на рынке в московске работать с фермерским продуктом, как таковым? Да, безусловно, готов. Есть ли предложение сегодня на рынке о том, как меняемо, понятнее, просто работать с фермерским продуктом? Такого предложения нет. Что мы реально предлагаем со своей стороны? Вы цену лакталк смотрели? Ну, вопрос у вас есть? Ну, конечно. Есть внутренние противоречия, понимаете? То есть ресторан, это же тоже бизнес, это же не конечный потребитель. Ресторан должен купить у вас продукт, а еще он на нем денег заработает. Поэтому он тоже очень застеписован в том, чтобы этот продукт стоил недорого. А тут возникает противоречия, он должен быть недорогой и быть очень качественный. И начинается с вестоплясками, как бы, да? Романтические истории из предприятия фермерского продукта тоже существуют. Например, турокрилл с удовольствием покупают из своего друга источника, 500-5,5 сезона. С удовольствием дают гню. Это сейчас сметается практически мгновенно, да? Ну, это какие-то из романтических историй. Что у нас есть вам, как предложение, вот, Федерация рестораторов ВДР, ФИПР, да, на самом деле? Извините, а можно? Чтобы производители руки подняли. Есть производители за? О, отлично. Спасибо большое. А то бывает, знаете, по-разному. Предложение такое. В конечный момент находимся на стадии формирования некого перечня людей, то есть конкретно виситых мейкеров предприятия питания. Ну, там человек 50, 100 мы сейчас наберем в Москве, которым интересно было бы напрямую получать информацию от фермеров с точки зрения технических продуктов. Мы этот список сделаем. Я думаю, что там в течение двух-трех месяцев он будет вывешен на сайте Федерации рестораторов ВДР, и можно будет, ну, там, непосредственно обращаться и перескать информацию тем людям, которые так или иначе этого хотят, да? Я уже объяснил, что это не системная история. Просто такой список мы давно планировали сделать, мы его делаем. Второе. У нас есть выставка. Их, собственно говоря, да? 15 лет. Это уже, наверное, где-то пятное мероприятие в мире по размеру с точки зрения груздейских приемов, это 50 тысяч квадратных метров там и так далее, там продукт. Да, у нас есть там целый большой павелён, который называется Фуд. В принципе, мы с удовольствием готовы в рамках этого павелённого фуд сделать такую зону, и на которой написать большую вывеску, да? Ищу своего ресторатора. И дать возможность предоставить это место, да? И дать возможность тем, кто хочет поговорить, пообщаться с шефами, с рестораторами и так далее, померить свой продукт с точки зрения того, вообще кому-то нужен, как бы и не нужен, да? Встать туда, мы дадим вам место, вы заплатите сами за то, чтобы там построиться, организоваться и так далее, да? А нам с вами очень интересно посмотреть на то, что из этого получится. Поэтому мы с удовольствием вас к этому приглашаем. Поэтому у нас вот два простых реальных предложений, да? Вписок мы сделаем. Сайт www.rupp.ru, точные сроки, это, скорее всего, июль этого года, да? А второе, это выставка «Глип». Это по ресторанам уровня. Что ещё хочется сказать? Хочется сказать, что вот фермерская тема, и благодаря вам в том числе, да, на самом деле, она такая «бурый город». Бурый. Москва, вот цифер, мы такие знаем, очень интересно, по Москве. Чтобы вы только не знали, хочется сказать. Москва – это 56 миллиардов долларов под оборот розничной торговли по продуктам питания на сегодняшний момент. 56 миллиардов. Среднее употребление на человека – от 235 долларов в месяц на продукт. Наше исследование, которое мы сделали 6 месяцев назад, уважаемая одна компания, сказала о том, что с точки зрения структуры товарооборотов города Москвы, всего, представьте, только 3% – это продукты, которые можно отнести к фермерским, к эко-продуктам, к биопродуктам, а также к такой новой категории продуктов, которым мы, кстати, очень интересуемся, который называется «Региональные продукты питания с номинованием места происхождения товара». Вот тоже очень хочется поднять, чтобы подняли. Знаете, что такое продукты питания с номинованием места происхождения товара? Так, вот. Спасибо. Очень здорово. У нас вышел недавно, как бы, новое изменение гражданскому кодексу, 4-й раздел, в котором мы же исследовались, чтобы возникла такая тема, как «Региональные продукты питания с номинованием места товара. Там барманская величина, там бармежана, рижана, понимаете? Рижанская пастила. Вот она. Списки зарегистрированы, пока, правда, нет. Первым, кто зарегистрировался в этом списке, это была барманская величина, на самом деле, которая тут же поставила фактический запрет всем российским производителям колбасы делать что-то, чтобы называть барманская величина. Мы, кстати, тут же нашли производителя Рублевского, который уже пишет барманское величину, все, везде, в каких интересных случаях. Вот, представьте, 3% всего на сегодняшний момент на рынке Москвы. То есть Москва-то голодает, по большому счету. Москва до сих пор, в настоящий момент, питается индустриальным продуктом в своей массе. Что такое индустриальный продукт? Таковое, в существовании мировой классификации. Это продукт, который, это макароны, я не знаю, что угодно, или мясное изделие, где мы понятия не имеем об источнике происхождения сырья. По большому счету опираемся только на то, что существует господин, с точки зрения производства данного продукта. Это и на сегодняшний момент есть продукт в Московский район. И Москва сегодня, вообще, на самом деле, с точки зрения и власти, и всех, и вся, заинтересована в том, чтобы эту долю очень сильно увеличилась. Потому что цивилизованное общество, которое хочет жить долго, быть красивыми, здоровыми, богатыми, хочет питаться хорошо, и на сегодняшний момент всем очевидно, что доля подобного рода продуктов должна составлять на хотя бы процентах, стремиться к тому, что будет 25%. То есть мы смотрим с вами на... Почему я говорю только о Москве, пардонии, о России? Потому что Москва-мегаполис, это отдельная история. Мегаполисы современных мировых, эта доля стремится к 20-25%. Поэтому, посмотрите, 14 миллиардов долларов в год, в котором есть в вашем городе. Гигантский рынок в Москве. Смысл, он явно очень простой. Померить, продвигать и померить продукты. Мне очень приятно было то, что господин Братовский сказал, потому что он нашел там своего, там, одного из своих поставщиков, да, то есть мыслом берем биоприятия именно в этом. Нам это важно для того, чтобы понять вообще, что производится, не только с точки зрения фермерского, да, мы, проверьте, с точки зрения регионального продукта питания, с потенциалом именования местного происхождения товара. И нам нужно... Мы собираем большую аудиторию московской, которая может догубить, попробовать. Конечно, мы только понимаем, какие продукты интересны. Мы работаем, мы делаем. Она у нас находит в декабре, а предложение, которое мы даем во все регионы, оно следующее. Мы сегодня точно совершенно понимаем экономику этого процесса. Мы со своей стороны говорим о том, что на этом мероприятии можно за 4 дня продать полторы-две тонны гастрономического продукта. Судебной стоимостью где-то от 400 рублей за килограмм. Это то, что молоко продавать, наверное, не выгодно совершенно, да, речь идет именно об этом. Поэтому тот, у кого есть реальная возможность произвести гастрономический продукт, продукт обладающий вкус, да, в масштабе 2 тонны, да, это тот формат, который как раз предназначен для того, чтобы такой объем продукции продать. И последнее, что я хочу сказать, в федерации существует уже 12 лет, ресторанных акклееров. За это время решило колоссальное количество вопросов с государством. Государство не враг, и общество тоже, да, с ним просто надо хорошо, нормально, с прокуратурой общаться. И мы с вами хотим сказать это следующее, наверное, да. Очень сложно общаться с каждым по отдельности, да, потому что существует нормальный цивилизованный формат с точки зрения создания общественных организаций. И очень бы хотелось, чтобы на рынке возникла общественная структура, которая представляет интересы фермеров, да, у нее появились оперативы, подние ряды, оперативы, 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 да, и так далее, с которыми можно было бы общаться и, соответственно, очень цивилизованно выстраивать торговые отношения, поскольку, собственно говоря, суть моего выступления, которое вам надо сказать, да, рынок есть, он громадный, просто на сегодняшний момент он, ну, так, медленно, очень медленно, очень медленно заполняется вашими продуктами. И в том, вина отчасти, ну, просто потому, что этот процесс молодой, наверное, да, но надо работать, надо двигаться, надо объединяться, надо консолидировать усилия, и тогда все станет просто. Вот Москва, например, в следующей истории, смотрите, в Москве сейчас такая программа называется «Региональная яма». В любой территории достаточно написать письмо на имя господина Шаронова или Савянина, там был, долгоград, кто угодно, да, и получить совершенно бесплатно площадку в Москве для торговли продукции. Этот процесс в Москве уже идет, уже куча территорий получили и встали в расписание, да, я даже не знаю, знаете вы об этом или нет, например, да. Есть действующие наши? Да, конечно. О чем? Зайдите на сайте портального потребителя, говорят, что город Москвы, там все это есть. Поэтому город, он тоже лицом стоит к этому всему. Город очень хорошо понимает, что нужна альтернативная история торговли, той сетевой розницы, которая есть в городе на сегодняшний момент, потому что это существующая розница, кроме индустриального продукта, никаким продуктом больше заниматься пока не хочет. Пока еще они неудобные пока, да. Поэтому город создает альтернативу. Чем больше он будет, если у вас была бы ассоциация, да, например, она бы где-то информацией обладала и своим членам как бы раздавала и делилась, да. А это очень интересная, совершенно уникальная с экономической точки зрения возможность в сегодняшний момент. Ну, представьте, тысячи квадратных метров в Москве на месяц и летний сезон, пожалуйста, устраивайте инфраструктуру, так будет, кто не мешает. Поэтому город сейчас лицом к этому процессу тоже. Я с вашего позовернения все, да, будет еще круглый стол, я с удовольствием могу еще раз дать что-то по ресторану в Москве, примеры, то, что мы знаем. Спасибо. Спасибо.